Инна Суханова, вы рассказываете, что когда человек умирает, то очень быстро перерождается, если не осталось долгого. Если вы в семье не ожидают ребенка, в таком случае он рождается в другой семье, возможно, в стране. Тогда почему при жизни на нас оказывают влияние ошибки рода? Кто-то кого-то убил, например. Ведь, скорее всего, в прошлых жизнях мы не имели отношения к нашим предкам. В случае, если человек жив и не понес наказание кармическое, то это передается его роду. Такая вот особенность. В случае, если человек при жизни живет и страдает от того, что дети там выпивают, с ума сходят, обычно это происходит так. Если девочка, если в проклятом роду рождается девочка, то девочка не доживает до 20 лет, умирает от заболеваний, обычно связанных с печенью или головой. Если мальчик, то он обычно психически больной. Девочка может быть бесплодная, а мальчик психически больной. И если такое в роду есть, допустим, человек убил много людей, и после чего родился ребенок психически больной, и он обращается к целителю. И говорит, уберите, пожалуйста, потому что ребенок психически больной. Можно ли как-то убрать? А я вам хочу сказать, а кто должен нести ответственность за это? Если это карма, то пусть она закончится тогда. Кто-то должен нести. Виноват ли ребенок? Да, он виноват кровью. Можно ли убрать? Да, можно. Необходимо отрезать кровь. Но тогда, если этот человек придет в норму, и от него родится ребенок, то будет такая же ситуация, пока не реализуется это все. Продолжение следует...